ребят всем привет меня зовут оксана сегодня у нас воскресенье и я уже бралась в комнате помылась поэтому сейчас я хочу сходить на почту мне то пришел свои четыре посылки я вообще не знаю как я их дотащу за окном у нас как-то облачно то есть нету солнца принципе нормально я делаю джинсовку вот видите такое ощущение как будто сейчас пойдет дождь но вроде бы нет но все равно зонтик на всякий случай возьму вот и сумма И так, я уже поела. И хочу вам рассказать такую историю. Вчера мне позвонили с почты. Просто сказали, когда ты принёшь на почту, то скажи нам своё имя. Вот, и получается, я туда пришла, забрала свои три посылки. И четвёртую посылку я не могла найти. Потом я им сказала, где вот эта вот посылка. И они мне показали, что посылка вообще была открыта. Они попросили меня проверить. Ничего не пропало оттуда. Я открываю, получается, Либоба, откуда я заказала. Это, знаете, тканевые маски, вот это вот всё. Проверила, в принципе, там у меня не хватало две вещи. Видимо, они, когда их пересылали, они куда-то закатились. Я не знаю, в общем, их там не было. Мне сказали, чтобы я написала продавцу. Сейчас я ему написала, что вот нет этих двух вещей. Не знаю, наверное, мне отправят новые. Сейчас я вам покажу, что я вообще забрала. Я пока ещё сама не открывала. Я открыла только одну. Там на поддобе скакалки. Вторая посылка — это вот такие вот штучки. Это, как знаете, день... О, господи. Как скакалка, но это не скакалка. То есть здесь вот такие вот шарики. Ты точно так же прыгаешь и просто вот так только. Вот, в принципе, я заказала. Хотя у меня есть ещё одна скакалка. Я её тоже заказывала. Так, следующая посылка — это у нас сумка. Запакована она реально очень хорошо. Там. И ещё один пакет. Если честно, я думала, что она будет побольше. Вот она вот такая вот. Так, следующая посылка — это просто обычный коврик. Вот. Но он очень огромный. Так, сейчас я его постелю на пол, и вы сами посмотрите. В принципе, очень классный. Такой, знаете, огромный. И ещё плюс мне нравится, что как бы толщина тоже нормальная. Ну и последнее, что я взяла, это, получается, вот те маски, про которые я вам говорила. Такие вот маски и вот такие вот. Потом также я брала такое мыло до этого, и оно очень вкусно пахло. Это мне понравилось, и я заказала также с матчей, и также с бамбуком. Вот, подводку, пусть будет, SPF-крем, потому что у нас солнце. И всё, в принципе, кроме двух вещей, которые потерялись при транспортировке. Снять этот ролик с вам количество времени. Подумала о том, что почему бы нет такого этого. Итак, время у нас уже полпятого утра. И я, кстати, нашла этот фильм, он называется «Управление гневом». Мне осталось 13 минут досмотреть. Вот, учила некоторые новые слова, и также к нему делала упражнения. Все эти книжки я, по-моему, уже показывала. Поэтому, ребят, наверное, сейчас я смотрю, буду спать. И увидимся уже с вами днём. Мы сегодня, конечно, до здесь ввече. И в сегодняшний день, мы сделаем в первую очередь. Ну что, ребят, днём я думала, что я пойду на улицу за пределы кампуса. Но не тут это было, потому что наш университет снова закрыли. Как видимо, нашли снова коронавирус. Встречила лампу. Вообще не знаю, что мне делать, кроме как делать домашку. Вот сейчас буду прописывать слова сегодняшнего урока. Тут 28 слов. И также буду смотреть «Ходячий мир цветцов». Уже, кстати, я на 14 серии. И вот те слова, которые сегодня мне нужно прописать. «Ходячий мир цветцов» Итак, показываю, что я взяла с столов. Это получается курочка в кисло-сладком соусе. Давно её уже не ела. Потом также здесь есть такая картошечка. Ну и вот такая вот чесная капуста. И рис в конце. Стоило это всё 8,5 юаней. Также я зашла в магазин, взяла такие печеньки. Стоили они 7,5 юаней. В столовой открыли новое место. И ты, получается, можешь выбрать те продукты, которые ты хочешь в своём блюде. Всё это не пожарит. И также дадут тебе рис. Можно выбрать тофу. В общем, все полезные продукты. Поэтому, да, это очень классное место. И также столовая очень красивая. Итак, здесь у нас идёт курица. Также здесь у нас идёт немножко баклажанов, потом зелени и немножко картошки. Через и вот такой вот супчик, по-моему, тыквенный. Тогда я хотела сказать, что у нас ночью было прям такое светлое небо. Там сидит охранница, хаишка, можно так сказать. И вот здесь в магазин. Вот такая лапша вкусненькая. Вот эта вот особенно. И вот эта вот тоже вкусная. Кстати, есть персики. Я их обрала. Вкусно. Это, кстати, тоже очень прикольное. Я вначале не такую кушала. Она вроде полезная. Поэтому тоже можно, знаете, с чаем пить. Самый нормальный в Китае чипс, мне кажется, который понравится многим. Вот такие с томатом. В общем, сегодня смотрела видео, как кто-то кушает мороженое. Поэтому возьму мороженое. Такое, как есть мороженое. Мне нравится вот это. У меня есть еще вот такое шоколадное. Клубничное. В общем, возьму вот это. Ой, нужно идти быстрее вообще, потому что надо чесы дожек. Кстати, в Китае, мне кажется, очень вкусное мороженое. Короче, мы опять даем тест на корону. Вот все зонтиком. Так, все, я уже в комнате. Взяла в столовку что-то новое, поэтому я сейчас вам покажу. Так, вот так это выглядит. Я еще пока не открывала. Взяла также вот эти печеньки. Вот здесь курочка, овощи. И также вон там рис. Стоило это все 21 юань. Итак, у нас сегодня на улице холодно. Вообще 6 градусов. Это жесть. И просто я вам хотела показать сегодняшнюю погоду. Она просто прекрасна. Все люди гуляют. Там играет баскетбол, хотя вчера был такой ливень. Так, вот что я взяла в столовой. Здесь рис, потом утка, вот баклажаны и помидор с яйцом. И также в магазине я взяла такой вот чуку-пай. И еще вот такой вот киндер. Не знаю, попробуем. Он стоил 4 юаня. Вот. И также сегодня я забрала вот такую вот коробочку. И это специально она для салфеток идет. И здесь у нас такая вот сгущенка. Не знаю, я так давно не кушала сгущенку. Вот. Обычная сгущенка. Так, все, я уже в комнате. Смотрите, я забрала, получается, тетрадки на почте. И также вот салфетки. Их здесь очень много. Вот салфетки еще там. Мне кажется, салфеток вообще никогда много не бывает. Поэтому я сразу же заказала побольше, чтобы постоянно их не покупать. Дальше показываю, что я взяла в фруктовом магазине. Здесь получается, вот видите, столько клубники. Всего лишь за 10 юаней. Три мангу вышло на 6 юаней. И вот таких два яблочка. Они, кстати, большие. Тоже вышло на 6 юаней. Сегодня у нас прям очень солнечная погода. Прям вообще жара. Вот здесь мы забираем двумя. То есть онлайн-продукты. Вот, например, онлайн все заказывают и всегда привозят. Вот, поэтому вот это вот мое, видимо. Первое, что я вам покажу, я заказала вот такие вот яйца. Здесь 16 штук. Потом обычные 4 средние помидорки. 2 огурца. Потом также заказала такие грибы. Также грибочки такие обычные. Три маленьких чесночка. Два лука таких. Немножку морковки. Также бананы. И также впервые я заказала тофу. И все вот эти вот продукты мне вышли на 46 юаней. Я обедал в ресторане. Но я тогда не мог раз... Я уже сходила в офис. Отдала бумажку. И сейчас, не знаю, под библиотеку монтирую эти видео. В тот день в университете проходило такое мероприятие, где были все факультеты. И они как бы предлагали работу для китайцев. Но я думаю, именно для тех китайцев, которые в этом году выпускаются, также можно сразу же увидеть, сколько человек нужно и какая будет зарплата в месяц. Музыка. 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 Музыка Музыка Так, вот что я взяла в столовой, это вот такая вот курочка, она вкусная, я еще убрала такую нанчане, потом у нас идет такая вот острая картошечка Все, я уже поела, сейчас хочу вам показать посылки Итак, первое, что у меня есть, это вот такие вот обычные тетрадки, без полосок, без всяких клеточек, выглядят они так То есть в одной тетрадке здесь 40 листов Это у нас вторая посылка, и внутри еще одна коробка Вау, ну это вообще очень красивая бутылочка, она идет прямо с трубочкой, потому что мне так удобно Я всегда беру бутылочки именно с трубочкой, потому что мне так удобно не пить с нее Потом у нас вот такие вот специальные коробки заказывала, чтобы туда складывать все Сегодня у нас уже пятница, последний день влога, у нас время уже 6 часов, и через час я уже подмогли в детский клуб, а сейчас я прописала иероглифы У меня было три пары сегодня, они уже все закончились, я сделала всю домашку Мы закончили в тот день пораньше, и со всеми ребятами пошли играть на баскетбольном площадке Я поиграла минут 30, и потом пошла в общежитие по дороге, я взяла себе такого дня, и чао И на этом я хочу закончить это видео, спасибо, что остаетесь со мной, до скорых встреч, всем пока!